Продолжаются работы по перечне первоочередных мероприятий, направленных на поддержку социально значимых отраслей Еврейской автономной области в 2020 году. Были выделены средства на приобретение уличных умных фонарей. И первый населенный пункт, который нуждался в уличном освещении на темных переулках и улицах, стало село Песчанное. Жители данного села неоднократно обращались в администрацию поселения с просьбой наладить освещение по улицам 40 лет Победы, переулок Новый, переулок Южный, улица Садовая, Стаханово, Молодежная и Полевая. Было опрощение коллективное от жителей села Песчаного о том, что недостаточно света на улицах. Получилось, что мы в этом же году получили 70 штук умных светильников из области и 18 штук из них мы в селе Песчаном остановили. Население долго и упорно добивалось электрического освещения на самых темных улицах. Сейчас же все изменилось. Жители рады, что теперь в селе стало светло и дело сдвинулось с места. Где-то две недели назад нам поставили вот эти фонари. Ровно в 6 часов вечера они зажигаются и горят до самого утра, пока не расцветет. Стало удобно, намного лучше, чем было, потому что горел только один фонарь на всю улицу, а сейчас их два дополнительных. Стало намного удобнее. На этом установка умных светильников в Смедовичском городском поселении не закончена. 50 штук у нас светильников готовится. И в ноябре будем устанавливать. Но постараемся их до Нового года все восстановить в поселке, добавить света. Не только в Песчаном, не только в Смедовичем, но и на Ауры тоже планируется установка. Работы по освящению Смедовичского городского поселения будут продолжены. Дарья Янечкина, Виктор Ильин. Специально для программы Новости 21.